Вот есть такое повествование в книге «Бытие», где Иосиф оказался в доме Патифара. Иосиф был порядочным человеком, потому Патифар ему и доверил всё. Говоря нашим современным языком, это Патифар ему отдал все кредитные карточки, дал все ему коды к сейфам, разрешил ему ставить подписи на важных бумагах. То есть практически Патифар убедился, что этот человек порядочный, и Патифар его позвал и сказал, я тебе доверяю всё, всё, что у меня есть, кроме моей жены. Вот всё, что у меня есть в имении, я тебе доверяю. Моя жена — это моя жена, сказал Патифар. И в этом отношении мы должны понятно объясниться. Всё, разошлись. И, как мы знаем из истории, жена стала подкатывать ему, сразу намекала, а потом уже прямым текстом предлагала иметь интимную близость. И вот Иосиф, в один день, оказавшись в такой ситуации, уже прямым текстом ей отвечает. Там достаточно такой обширный ответ Иосифа. Он не просто там что-то ей сказал. Если читать книгу «Бытие», там достаточно он хорошо объясняет. Он говорит, как я сделаю такое большое зло и согрешу перед Богом. Можно подумать, но как бы грех перед Богом — это бладодеяние. Ты не имеешь права иметь физической близости с чужой женой. Но дальше Иосиф вносит ясность в свой ответ. И он говорит, господин мой, то есть твой муж, он отвечает жене Патифара, он говорит, мне не запретил ничего в этом доме. Вот послушайте, что он ей говорит. Он объясняет, что он вкладывает в понятие зло перед Богом. Я не могу сделать такого зла перед Богом. И он объясняет, разжевывает ей, да, что господин ведь мне доверяет. Ты понимаешь, что это такое? Он ничего от меня не скрыл. Он отдал мне все ключи, все пасворды. Он отдал мне все кредитные карточки. Я имею доступ везде. Я ему практически представитель. И он меня предупредил, кроме тебя. Как я теперь, практически он говорит, потеряю его доверие. Как я ему в глаза посмотрю? Как я себе в глаза посмотрю? Как я Богу молиться буду? Как я буду с этим фактом жить? И вот я сейчас думаю, а сколько людей поступают по-другому? Ситуация подвернулась, и здесь даже не о похоти идет речь, с кем-то гульнуть на стороне. Здесь не об этом речь. Речь о том, что Иосифу было крайне невыгодно ссориться с госпожой. Крайне невыгодно, как и жизнь показала. С ней лучше не ссориться. Ты себе получил лакомый кусочек, вот ты спишь хорошо, кушаешь хорошо, ты вообще сейчас поднялся, ты вообще хорошо стоишь. Не ссорься с госпожой. Тебе это невыгодно. Но Иосиф понимал, я-то могу сейчас временно вот как бы разрулить ситуацию, но в целом, в целом это сыграет против меня. И даже если Иосиф и заплатил, несправедливо пострадал, то в целом и Бог, и Патифар уверен, вот я не знаю, откуда у меня такое дерзновение, но я уверен, что Патифар сразу может знал, что Иосиф в порядочности, а жена у него такая. или потом узнал. Но так или иначе, так или иначе, все тайное становится явным. Так или иначе. Наша цель – войти в каждый дом, потому что Божья цель – войти в каждое сердце. Субтитры создавал DimaTorzok